Сегодня под председательством главы района Заура Хамирзова состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Одной из главных тем повестки дня – обеспечение охраны общественного правопорядка и антитеррористической безопасности на территории Кашхабльского района в период новогодних праздников. В обсуждении вопроса приняли участие представители силовых структур МЧС, руководители структурных подразделений. В режиме ВКС участвовали главы сельских поселений, руководители образовательных и дошкольных учреждений района. Заместитель начальника управления образования Нурет Бричева доложила о подготовке новогодних мероприятий в учреждениях образования. «Учреждения образования традиционно начали подготовку к Новому году. Нам нужно провести мероприятия на соответствующем уровне, чтобы дети, родители были довольны. Но ещё основная задача – обеспечить их безопасность в период проведения новогодних мероприятий и в период проведения каникулярного времени». 6 декабря был собран план мероприятий по всем образовательным учреждениям. В плане, значит, оговаривались на миновании мероприятий, в каких классах они пройдут, сколько человек задействовано, место проведения, время проведения и ответственное. План был предоставлен в МВД, в МЧС, Росгвардию и в отдел администрации по делам ГОЧС. 14 декабря издан приказ по управлению образования об обеспечении комплексной безопасности в период проведения новогодних мероприятий. Ну, школы уже начали работать по этому плану. Соответственно, значит, в школах и садах были изданы свои планы по обеспечению комплексной безопасности. В соответствии с этим планом на сегодня проведены проверка ограждений, освещение по периметру территории. Проводятся инструктажи работникам образовательных учреждений, детей, беседы с ними. Ну, основная работа все-таки, наверное, у нас начнется с понедельника. Мероприятия пройдут с 26 по 30 детских садов и 30 во всех образовательных учреждений в школах. О своей готовности к проведению массовых мероприятий доложили представители межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский и районного пожарно-спасательного гарнизона. В межмуниципальном отделе МВД России Кашхабльский будет произведен расчет сил и средств отдела согласно планировать мероприятие. Будет осуществляться полусуточное дежурство, руководящие составы, а также усиленная средственно-оперативная группа. Предусмотрена возможность выставления дополнительных патрульно-постовых нарядов для патрулирования отдаленных населенных пунктов в целях проведения патрульно-постовых мероприятий и разъяснительной работы среди населения района по недопрещению совершения преступлений и повторных правонарушений. В настоящее время при заступлении наряда патрульно-постовой службы КИБДД проводятся инструктажи, заакцентированные внимательно на проверку объектов особой важности и прилегающих территорий для выявления лиц, проявляющих к ним необоснованный интерес о возможной цели подготовки к театру, а также на соблюдение законно-выдержки, уважительное отношение к празднуям, действия при осложнении оперативной обстановки. Хотелось бы акцентировать внимание на некоторых моментах при обеспечении правопорядка в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Первое. Обеспечение охраны новогодней елки на площади силами представителей администрации сельского поселения в дневное время. Второе. Во исполнении требований федерального закона Российской Федерации от 2-го числа 2014 года номер 44 федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка, на участии в обеспечении общественного порядка в объектах проведения культурно-массовых праздничных мероприятий, членов добровольных дружин, а также привлечения представителей казачества на территории Кашханского района. В связи с приближением новогодних рождественных праздников на объектах с массовым подбыванием людей в детских, дошкольных, образовательных учреждениях планируется проведение различного рода праздничных мероприятий. Утренников, новогодних баллов, старшеклассники, танцевальных учреждений и новогодних гуляний. В нашем районе проходят мероприятия в основном в школах, в садиках. Для того, чтобы эти праздники были организованы, руководить на данных объектах, необходимо обратить особое внимание на соблюдение требований по данной безопасности. От 16 сентября 2020 года есть подстановление правительства номер 1479, где он находится в открытом доступе, мы вы найдете в интернет, посмотрите, будет четко прописано требования по данной безопасности, где будет указано в ходе того, как проводятся новогодние мероприятия. В случае возникновения пожара первым делом звоните по телефону 01, назовите точный адрес, что говорит и вашу фамилию. В правительстве члены Кашкабельском положительном спасательном гарнизоне и личный состав будет работать в усиленном режиме. Особое внимание было акцентировано на необходимости оперативной и слаженной работы для взаимодействия со всеми структурами жизнеобеспечения района. Итогом заседания стало утверждение плана работы антитеррористической комиссии на 2023 год.